На плацу. Утро, избранное Фёдором Ивановичем Тюрчевым для визита в морской корпус, выдалось в Петербурге уже по-настоящему майским. Учебный плац перед зданием офицерской казармы был так щедро палит солнце, что два деревца рядом с будкой дежурного как будто рабели отбрасывать тень. Сама будка тоже совершенно тонула в золотистом сиянии, словно в глубокой воде, как это бывает с будками и с водой во время петербургских наводнений. Построение кадетских рот решено было провести на плацу, чтобы каждый, проходивший мимо морского корпуса, мог насладиться видом бравых воспитанников, сверкавших на солнце металлическими пуговицами, пряжками и какартами. Лучики расплавленного золота, источаемые кадетской амуницией, тысячекратно умножали сияние майского утра. И всякий заглядевшийся на шеренгу прохожий вынужден был прикрывать глаза рукой от этого нестерпимого великолепия юности, вода и дисциплины. Единственным человеком, которого совершенно не занимало это зрелище, был Тюрчев. Казалось, что всеобщая радость жизни, разлитая в воздухе, напротив, безмерно раздражала его. И, укрываясь от всего этого как можно надежней, он отступил подальше за будку, чтобы между ним и кадетской шеренгой непременно оставалось это незрачное строение. Интерес к стоявшим неподалеку кадетам Тюрчев проявил, только услышав, как пожилой горбатый мечман песочет одного из этих мальчишек. Зачний голос многопослужившего на кораблях моряка перекрывал общий бомон-коман, летевших над плацем от одной роты к другой. «Кадет Башняк! Стоять смирно!» Вытянувшийся в струнку юноша постарался вытянуть еще больше, задрав подбородок совсем куда-то в сияющее майское небо. Но его наставнику этих усилий не доставало. Судя по его лицу и голосу, он вряд ли бы утихомирился, даже в случае полного превращения кадета в аберролпийский шпиль. Ну, задайте вопросы, что непонятно, а потом уже будем выделять. Все понятно. Здесь, скажите, знаете, здесь причастные обороты есть, идей причастной обороты. Сейчас мы посмотрим. Здесь есть и варианты, как я уже говорила. Варианты, они касаются у нас этого оформления прямой речи. Да, прямой речи. Кроме того, здесь есть еще варианты небольшие. Это уточняющие обстоятельства места. Можно выделять, можно не выделять. Итак, сейчас посмотрим. А, вот Москва, вот, да? Это старейшее военно-учебное заведение в России. Основан по личному распоряжению Петра Первого. Школа математических и инвекционных наук. Там учился и Владимир Иванович. Ну, Федор Иванович, посмотрите, как пишется. Вы знаете, что в фамилии, кто-то в фамилии Иванович. А, ну, заходите, заходите. Вот видите, обратите. Внимание на написание, да? Федор Иванович Кюльчин. Морской корпус. Имя, собственно, морской корпус. И борщ-няк. Это имя, собственно. Ну, здесь, конечно, в тексте очень встречается много моментов, связанных с культурой речи. Вот, деревьев, два деревца, или два деревца. Допускается и так, и так. Это равноправные варианты. Само слово плац. Это площадь для военных парадов, смотров, стрелых занятий. Видите? На плацу, но аплации. То есть в этом слове ударение, но неподвижное, да? Оно двигается на плацу, но аплации. Корпус – это отдельное здание, войсковое соединение, военно-учебное заведение. Слово корпус, да? Корпус и корпуса. Чем отличаются корпус и корпуса? Слова аммонимы, да? Корпус – значение – это туловище человека, да? Поэтому корпусы. А там, где у нас это помещение, это корпуса. Ну, и потом посмотрите, может быть, вы где-то, хотя я выговаривала, да? Шеренга-ю вместо шеренгой. То есть здесь запускаются так называемые стилистические варианты. Шеренга-ю. Шеренга – это разговорный вариант. Если у вас есть, это в рамках надежнее, надежнее, в сиянье, в сиянье. Я не думаю, что вы допустили здесь какие-то ошибки, потому что я читала все по тексту. Очень внимательно. Но если же шеренгу и шеренгой местовое окончание, ой, допускается, от этого оценка изнижается, уважаемые. Ну и вот, пожалуйста, этот текстиктанта проверяем. Вот оно первое предложение. Утро, что, видно, да? Нет, мне не видно. Не видно, а больше я никак уже не увеличу, мои хорошие. А, так садитесь поближе. Садитесь поближе. Сюда вот можно на первые парки пройти. Сюда вы подсаживайтесь, проверяйте. Сюда разверните только стулья, и, пожалуйста, можно проходить. Терешка, это презентация. Она как есть, как есть. Это что, нам присылают? А стулья вы возьмите. Друзья, переседайте. Вот так, смотрите. Вот сюда мы, естественно, есть, как уже она жутит. Да, 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 уважаемые, давайте, внимательно. Материалы-то мы сами не создаем, нам уже присылают эти материалы. Для того, чтобы... Можете подойти поближе. Итак, смотрите, избранное, да? Избранное, удвоенное «Н». Избрать, что сделать, глагол. А на связь стали, вы можете взявить, ну, да, не саживайтесь. Хорошо. Это причастие. В полном причастии всегда пишут две буквы «Н». Визит. По-настоящему уважаемая это наречие, да? Представство по и суперсему. Вот видите, оно осложнено обособленным определением. Утро какое? Избранное Фёдором Ивановичем Тючевым. Избранное. Причастный оборот. Избранное Фёдором Ивановичем Тючевым. Ошибочки там исправляйте себе, потом я посчитаю с вами так, как надо. Дальше идем, да? Все, хорошо. Дальше. Вот следующее. Учебный плац перед зданием офицерской казармы был так щедро палит солнцем. Пошло предаточное предложение. Солнцем как? Каким образом? Что два деревца, как будто, равери, отбрасывайте. Как будто, не надо ставить запятую, уважаемые. Потому что, как будто, оно входит в состав сказуемого. Сравнительный оборот, как будто, входит в состав сказуемого. Вот там вам пишут. Частица как будто, поэтому запятая здесь не ставится. Вопросы задавайте, если что-то непонятное. А, вы считаете, что рядом с будто, что два деревца? А, нет, нет, вообще нет. Нет, оно не является обособленным, да, уточняющим членом предложения. Почему? Потому что оно, смотрите, два деревца, это подлежащее, рабели, где? Рядом с будкой дежурного. Рядом с будкой. С будкой какой? Дежурного. Нет, оно не обособляется. Нет условий для обособления. Два деревца, справа, рядом с будкой, тогда, где справа, а именно где? Рядом с будкой, тогда бы. Обстоятельства тогда, место или времени, имеет уточняющий характер. Когда они рядышком, два обстоятельства, место или времени, и второе будет уточняющего характера, обособляться. А здесь нет. Так, переходим дальше, да? Позадайте вопросы. Нет, ну может быть, кому-то что-то. Вопросы задавайте, задавайте. Правильно делайте. Здесь нет. Только что, может быть, петербургские наводнения. Кто-то петербургский написал в большой литературе. А, нет, конечно. Потому что наводнения бывают не терпи-петербурги. Правильно, дальше, да, уже или нет? Ну, что? Что? Нормально? Угу. Так, хорошо. Ну, пока не шторил и не собственное. Морской корпус. Вы знаете, вы можете не ставить ошибку перед этим, перед самим диктантом, показывать слова, которые вы чувствовали, если вы с помощью не смотрели. Да, да. Вы просто потом это показали, и поэтому это не будет ошибкой. Да, совершенно верно. Исправляйте, а на ошибку не выносите. Потому что вначале, да, башняк, морской корпус еще какой-то был. Башняк, морской корпус и еще как тючев. А, тючев, тючев, да. Вот оно слово воспитанник, да? От воспитанный. Здесь как раз причастный оборот обособлено определение. Воспитанников каких? Сверкавших на солнце. Сверкавших – это причастие. Формообразующий суффикс ВШ. Видите? Сверкавших где? На солнце. Сверкавших чем? Пуговицами, фряжками. Поэтому это причастный оборот после определяемого слова он обособляется. А здесь нельзя следовать? А, я не знаю. Где у меня? Помощники посели. Ну, наверное, где. Так, ну, что-то все, как лежали. Ань, ну-ка, покажем здесь. Включили. Значит, наверное, что-то выключили надо. Ну, металлически, понятное дело, словарное слово. Калкука, картами я вам уже говорила. Что там еще? Пряжками? Пряжечка. Непроизносимая согласная. Что сделать? Насладиться. Неопределенная форма глагола. Пишется перевод. Что, уважаемые, переводим дальше, да? Ага. Словарные слова. Амуниция источаемая. Тысяче красного. Сложное слово. Заглядевший, глядя. Шеренгу. Прикрывать. Нестерпимо. Юносяная буква Н. Дисциплина. Расплавленная, удвоенная Н, потому что плавить-расплавить, показателем удвоенного Н является приставка раз. Учили. Учили. А вы знаете, там столько нюансов. Стеклянные, учили. А, нет, понимаете. Есть у нас прилагательные. От глагольной, а если это именные. Поэтому, если это от глагольной, расплавить, от глагола, там свои правила. А если от имени кожаной, потом масляной, какой там еще, оловянной, стеклянной, соломиной, это от именные. Суффиксы АН, ЯН, ИН, ЗА, НО, ЭН, АОН, ЕН, с двумя исключениями, стеклянной, оловянной, деревянной. Ира, а то, что показывает, стеклянная, немножко оловянная и деревянная. А еще есть правила, как туман. Туман. То есть, основа на импульс. Здесь нужно знать что? Разбираться в составе слова? Какие-то слова заводят на импульс. От какого слова, какой части речи образуют? От существительного. От существительного свои правила, от глагола другие правила. А если от глагола, глагол совершенного вида, пиши две буквы Н. Глагол с приставкой, пиши две буквы Н. Если глагол две с приставки, но при нем есть зависимое слово, в форме творительного падежа, например, мощенная кирпичом улица, тоже пиши две буквы Н. Потому что при вот этой форме глагольной, есть зависимое слово, значит, полное причастие. А в полном причастии всегда пишут две буквы Н. Если этих условий нет, пиши одну букву Н. Все, я вам дала материалы, почитайте. В распечатках правила девушки есть. Пошли дальше. Ну вот как раз единственный, да? На матери единственный. Совершенно совершенный. Не занимала. Что делала? Не с кратким причастием, пишем раздельно. Совершенно никак влияет на ней на правописание. Не. Если что-то непонятно, сразу спрашивайте. Здесь сложного чего нет, сложное подчиненное предложение. Разрывает главное предложение. Поэтому с двух сторон забитые. Дальше, пожалуйста. Ну как, непременно наличие от непременно Н, удвоенные. В наличии пишется столько же Н, сколько в полной форме прилагательного, от которого оно образовано. Непременно Н, непременно, но. Смотрите, это сложно подчиненное предложение. Казалось, что казалось? Что всеобщая радость жизни пошла предаточная. Дальше. Первая, вот эта вторая часть, то есть предаточное предложение, оно осложнено причастным оборотом. Так, всеобщая радость жизни. Какая разлитая в воздухе? Разлитая это причастие. Формообразующий суффикс какой? Т. Т. Алкогол разлить. Да, сегодня студентами поделили причастие. Напротив, это вводное слово. Что, девушки, передвинь? Да, давай. А, объясняю. 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 Смотрите, союзный соединяет части, не однородные члены предложения, а части. Что оказалось? Что всеобщая радость жизни, напротив, безмерно раздражала его. И еще что, и он отступил подальше от этой, подальше за будку. Понимаете? Он отступил, если бы здесь, например, там, что у нас союз И, не соединял бы однородные члены предложения, тогда перед союзами И, запятой бы не было. Ну, а после союза И у нас идет запятая, потому что это депричастный оборот. Укрываясь, что делая. А вот смотрите, коварная запятая перед союзами И. Она, если союз И соединяет однородные с назоймой, однородные члены предложения перед союзами И, запятую не ставим, а если он соединяет части, предаточные части, затем главное и предаточное предложение, тогда, естественно, он соединяет части сложности сочиненного предложения. Перед ним ставится запятая. Так, что дальше пошло предаточное, все. Дальше идем, да? Здесь, как бы, вот. А, ну, вот здесь написано, да? Уражение как можно надежнее. Так, вот. Интерес к стоявшим неподалеку кадетам. Если бы интерес к кадетам, стоявшим неподалеку, тогда было бы обособленное определение. А здесь не... Здесь причастный оборот стоит до определяемого слова не обособляется, потому что не имеет добавочного обстоятельства и назначения причины. Посмотрите, только услышав. Тоже правило. Не просто слово «услышав», где причастие одиночно выделяет. Только здесь частица. Если частица находится рядом с депричастием одиночным, они обособляются вместе. А, вот да, здесь даже есть это, да? Частицы только, лишь стоящие перед депричастным оборотом или одиночным депричастием, включаются в их состав. И запятая ставится перед ними. Ну, неподалеку, пшенцы, да? Ну, все. Меч, ман, песочи, песок. Слово это в переносном значении. Спросите, если что-то непонятно, уважаемая. Почему неподалеку? Я всегда знаю неподалеку. Неподалеку, неподалеку. Кстати, что неподалеку. Ну, неподалеку. Варианты, варианты. Варианты. Можно и так, и так, да. Еще вопросы? Так, пошли дальше. То же самое. Смотрите, язычный голос моряка, много послужившего на кораблях, тогда бы это было обособленное определение, потому что много послужившего, это причастный оборот, много послужившего на кораблях. Моряка какого? Много послужившего на кораблях. Го мон, словарное слово. На плаце. На кем-чем. Ну, вот видите, здесь можно так, кадет-башняк, стоять смирно, а можно вот ниже, прочитаете, да, оформить, как прямую речь. Кадет-башняк, кавычки отбыточие, кавычки открываются, запятая, стоять смирно. Восклицательный знак, кавычки закрываются. Ну, вот внизу, да, в самом конце, предложение можно оформить, да? Прямую речь. Ничего страшного. Это обращение. Кадет-башняк, стоять смирно, а как, вы же слышите, как-то голосуют обычно, язычным голосом. Вот, конечно, если бы просто было бы, башняк, стоять смирно, вы бы поставили сбитую, а здесь еще и Буран-кадет-башняк. Ну, да, вот так. Проверили? Тянет. Вот, не доставала как раз, да? Не доставала, пишем слитно, потому что недо является приставкой и вносит в смысл предложенного слова другое совсем значение. Доброе утро. Спасибо. 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 А что за шкуру? А структура? Мы тридим от структуры предложения, от состава слова, от словобразования. Понятное дело, что это диория. И последние предложения. Здесь смотрите. В передаже можно поставить. Да, даёт вариант, дальше. Допустимый вариант. судя по его лицу, даже в случае, да, это как присоединительная конструкция разрешается, допускается, да, если поставили, она допускается, да, 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 даже, как присоединительная конструкция Перед союзами поставили? Не поставили, вот, коварная, да, 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 это коварный союз, потому что он может соединять разные синтаксические моменты